что ж всем привет сегодня у нас будет интервью с замечательным человеком ильей калашниковым сейчас через некий период времени мы начнем и и я присоединиться к нам то есть я это один из таких людей кто в первую очередь популяризируют керамику него есть свой youtube канал так вот или есть свой youtube канал лошадство керамики называется там вы можете найти всякие разные интересные плюшки типа как центровать какую глину лучше выбрать то есть на самом деле очень важные вещи которые очень помогают но не только начинающим но и людям которые уже достаточно давно в керамике то есть чтобы отточить какие-то моменты это очень помогает вот и илья кроме того что задает какие-то керамические изделия и обучает этому и у него youtube канал он еще пишет стихи надеюсь в эфире он нам сегодня их зачитает вот но пока сейчас идем илью вот а пока я вам расскажу кто я вот это гончарная мастерская кто не знает руки в глину и сейчас во время карантина мы решили так разнообразить наши замечательные будни и впоследствии мы будем опрашивать других керамистов наших учеников чтобы каждый смог найти какой-то отклик может быть в каких-то словах моих каких-то словах людей с которыми я буду разговаривать и чтобы любом случае шло какое-то развитие вот и мы ждем 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 илью то его пока нет еще раз слышали приглашение на самом деле ни с кем еще не выходила в прямой эфир вот и сейчас посмотрим насколько это возможно так но пока вы можете а я про себя не рассказал мы вот я преподаю в гончарной школе руки в глину что этом преподаю я преподаю рисование это по большей части иллюстрация что достаточно интересно и актуально сейчас особенно для подростков но и также взрослых людей которые планируют целом заниматься скетчингом вот и конечно же я предаю керамику есть у меня свои курсы если у него всем привет всем машу так здорово вот есть у меня свои курсы допустим не есть курс который мы выстраиваем конкретно с учеником что это у нас такое да тоже человек приходит в основном люди приходят изначально с каким-либо запросом да то есть типа я вот хочу сделать сервиз да или я хочу сделать выставку ли я всю жизнь мечтала сделать садово парковую скульптуру но не знаю с чего начать и реально такие запросы были и мы начинаем разрабатывать то есть первое занятие мы садимся и расписываем наш определенный план который есть на несколько но занятий часов и мы каждое занятие выполняем план и тогда благодаря этому мы можем достичь цели которые ставили изначально и тем временем я еще раз приглашу илью и расскажу дальше вот и что благодаря этому строится то есть основном курс если брать даже по москве они проходят в режиме что вот мы сейчас делаем закрытые формы открытые формы чашки плошки и тому подобное а в связи с тем то что я больше чувствую себя художником нежели чем гончаром то мне все таки хочется работать над какой-то задачей определенной и благодаря этому нас получается реализовывать какие-то проекты с людьми вот у или на самом деле тоже достаточно интересная система то есть она отталкивается немножко от другого он начинает с традиций то что это на самом деле тоже очень хороший пласт в том плане то что человек оттачивать свое мастерство на определенных гончарных формах до которые уже вымерены веками можно так сказать это что уже прошло через время до через столетия то у этого уже точно хорошая форма уже точно хорошая база и благодаря этому достаточно хорошо и приятно учиться то есть стараться достигнуть более тонкого результата я бы так бы сказала и было бы здорово если бы вы бы сейчас бы скинули какой-нибудь вопрос да пока мы ждем илью чтобы я вам на что-нибудь ответил мы с вами поболтали пока суть до дела можете рассказать как у вас проходит карантин потому что я точно знаю что среди вас есть керамисты допустим я вижу движение я вижу полину вот мне было бы интересно тоже от вас что-то услышать допустим чем занимается полина я точно знаю то что она делает сейчас гончарные изделия кстати тоже можно было бы выйти как-нибудь прямой эфир это потомственная керамистка вот и делает достаточно интересные вещи у евгения это кстати тоже наш мастер она работает у нас мастерской она занимается тоже достаточно интересными вещами она о сейчас уже должен я к нам прийти так силос сейчас я сейчас он должен уже быть так как реализую себя дома на карантине я поставила себе план и я сейчас каждый день рисую наброски ооо илья привет привет вот так можно нет можно ее вот так чуть повернуть в камеру тебе будет удобно ну как вот так нет 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 ты теперь будь тормашками вот так интересно вот так повернуть так почти еще чуть-чуть хочешь а у меня снизу зарядка для телефона она а ну все ну тогда мы можем поговорить вот так в целом тоже ну или придется это вот вот ладно вот как мы так вот все идеально пусть будет так ну скажи как у тебя дела сейчас ну как дела потихонечку идут ооо из бани вышел сейчас буду чай с легким паром да так чай китайским методом заливаете ооо и сразу надо вылить вот ну вот приятного тебе чаепития с легким паром тебя тебя и еще раз узнаю что у нас сегодня в гостях Илья это инженер поэт керамист и еще вот как мы видим мастер по чайным церемониям да по собственным так расскажи Илья я знаю что на ближайшее и какое время смотри ну время ну минут 10-20 то есть в зависимости от того насколько ты будешь крупно отвечать на вопросы вот и что у нас сейчас будет во первых я очень хочу чтобы ты почитала несколько своих стихотворений потому что мне кажется они достаточно вдохновляющие и интересные и потом я тебе задам несколько вопросов про гончарку искусство и что ты внес в керамику на данном моменте вот поэтому сейчас чтобы ну начать с такой хорошей ноты я попросил тебя почитать по стихотворения я уверена что ты помнишь что-нибудь наизусть да наизусть то помню мне надоело уже читать то что я помню наизусть вот потому что ну вот у меня книга есть называется стихи из печи с пылу с жару вот и в ней вот здесь у меня есть и картинки и есть всякие разные проза проза есть вот ну и плюс и конечно про разные формы ну давай что-нибудь почитаю ну например надо про горшок первую прочесть значит значит горшок как основная форма с которой начинается гончарство почему гончарство горн и горн шок однокоренные слова ну почему-то не верят люди а на самом деле горн шок горн чар и горн однокоренные слова потому что горн это печь которая обжигает горн чар горн шки вот поэтому поэтому так мы всегда танцуем от печи получается горшок сакральный наш сосуд вся жизнь ведь из горшка варилась в нем судьба как лук событий ход верша а каша русская у нас немыслимо без щей но вкус горшочек только даст в нем ты готовь смелей тогда топи еще что богам даст мудрость через век поднимет дух горшочкин дар родится человек он охраняет нас от злых на тыне от врагов не даст проникнуть мысли лих обережет улов горшок сакральный наш сосуд и даже через век осколки черепком зовут душе ведь много лет ну вот здесь несколько пояснений должно быть во-первых горшком называли разные сосуды ну то есть не обязательно горшок как мы его понимаем давай я какой-нибудь горшок найду у меня тут много горшков ну вот например горшок вот горшок как горшок горшок пустой он предмет простой в нем есть дырка и вот эта часть называется здесь вот парабола или спираль архимеда или кусочек улитки паскаля так называемая золотая кривая она везде встречается в греческих в греческих вазах посуде мексиканских где угодно то есть золотая спираль по которой закручиваются циклоны антициклоны она присутствует в яйце то есть яйцеобразная форма вот эта часть а вот эта окружность она обеспечивает несминаемость горшка когда он мокрый и не колкость когда он падает то есть вот эта линия как по сопротивлению материалов она не дает возможности вот этой дырке сжаться вот ну во время сушки во время обжига и все прочее поэтому горшок который сейчас мы видим имеет прямой профиль его ну он неправильный с точки зрения сопротивления материала потому что его просто отштамповать ну то есть такая штука бах-бах его штампу и она вынимается а здесь получается замок вынуть нельзя но вот вот эта форма тем не менее она крепче и лучше эргономичнее чем прямоугольный горшок скажем так вот но тем не менее она не производственная форма в том производстве в котором мы сейчас существуем в массовом я имею ввиду но тем не менее гончар ее воспроизводят до сих пор и она является основой горшок является основой всех других форм например щанок это например два горшка давай покажу вот так сделаем открывки вот щанки это два горшочка соединенных перемычкой получаются у нас щанки в них щи и кашу носили поле к остцам вот за ручку брали и несли вот она же является основой рукомоя ну кстати я тут склеил вот такие щанки щанки квадрокоптер кто не знает посмотрите сюжет в этом в интернете а это вот моя посуда сейчас я что-нибудь тоже горшковое покажу ну вот разные горшки с персонажами у меня есть с влепленными внутрь вот горшки такие вот у нас есть горшки i-mold кстати говоря вот ну давайте здесь рукомоя нет у меня на улице кисельница у нас горшковая форма то есть это тоже горшок с носиком и ручкой вот у меня здесь горшки а горшок у нас что-то у меня горшков-то мало вот а там эфелева башня есть слушай я а сколько в день у тебя занимает время кручения вообще как часто ты крутишь как часто кручу угу ну как так кручу вот это получается каждый день нимх надо мной будет ну каждый день иногда не получается каждый день потому что в гончарстве не только производство за гончарным станком оно требует еще множество других операций ну например я лощу я люблю лощеную посуду вот у меня горшки которые ожидают лощения сегодня я буду лощить вряд ли я буду крутить лощить потом я буду клеить вот у меня здесь три горшочка раз два три вот у меня еще здесь четыре пять шесть семь я их буду склеивать ну то есть они под пакетами ждут пока пока я их достану буду клеить то есть я буду клеить я буду лощить я буду в печь закладывать еще мы здесь сюжеты снимаем вот здесь у меня болгарка лежит с дисками и скоро смотрите на канале волшебство керамики сюжет как мы будем отскребать от лещатки вот такие вот изделия вот ой ну это мне кажется каждый сталкивался с этим что это достаточно частая тема особенно для начинающих да вот я расскажу что делать чтобы не было вот такого вот какие диски выбирать для керамиста какие не выбирать вот такие не надо вот какие какие можно вот такие чем отличаются толстые диски от дисков потоньше и совсем тонких дисков вот ну и так далее что надо иметь в арсенале болгарку и диски вот так что ждите сюжет у тебя получается ты каждый день ну в любом случае занимаешься керамикой то есть тебе подготовка к этому или созданием чего-либо где ты ищешь вдохновение то есть это в любом случае нужно брать ресурс чтобы это все делать вот как у тебя с этим происходит бывают ли у тебя творческие кризисы долго ли вот расскажи об этом пожалуйста да нет творческих кризисов вряд ли вот я отрисовал гончарные формы здесь сто традиционных форм гончарных и вот там у меня и вдохновение оно в традиции давайте вот я их так покажу вот 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 да у меня на сайте их можно найти эти формы можно их распечатать там прямо формат для печати повесить и наслаждаться и выкручивать прямо привет Лен кстати говоря Лена плачет и смеется да так что все вдохновляемся крутим сначала вот горшковую форму горшок вот а дальше из него вырастает вот видите множество других форм ну кстати здесь можно показать вот паильник горшок с носиком вот ковш горшок с ручкой где-то у нас здесь был кашник горшок с другой ручкой в другой стороне ну если здесь нет я вот здесь покажу это уже выкрученный вот он ну у меня на улице на улице дождь и там интернет плохо ловит поэтому мы не пойдем туда а то я отключусь от эфира вот там у меня тоже навес и мы там тоже снимаем красивые вещи ну и когда красивые вещи ты ставишь везде дома конечно они тебя вдохновляют и вот когда продаешь тогда ничего нет и нечем вдохновляться а тут вышел смотришь вдохновляешься как американцы инженеров своих посылают на свалку когда у них кризис творческий они ходят по свалке и значит ну вдохновляются ну вот у меня тут есть некоторые формы формы будущего для вдохновления видишь какие это ты отливал и потом вырезал или как да нет конечно это крученые формы на круге на гончарном вот такие мои инопланетные вот мои главные резные крученые формы вот такая пакетница у меня стоит ну то есть я их это прошу прощения в быт свой внедряю эти формы да и вот в быту вот мои эти такие такие штуки вот квасники я очень квасники люблю ими вдохновляюсь вот один сохнет еще вот у меня 3d принтер есть я на нем печатаю разные странные объекты это стопоходящая машина чебышова кстати говоря вот она превращает вращательное движение в хождение но это знаешь это из области смежных вещей когда вот ты наверное занимаешься я у тебя ее и на канале видела вот это мне очень нравится она такая очень лаконичная даже есть такой отголосок первобытности я бы сказала очень классическая хорошая вещь они тут везде разбросаны живут своей собственной жизнью вот поэтому это уже знаешь это больше такой переход в арт-объекты на самом-то деле ну в моем понимании есть какое-то традиционное искусство есть когда традиционное искусство трансформируется уже становится арт-объектом вот эти вещи я могу назвать достаточно современными и как раз таки арт-объектами то есть их можно хоть на улице кинуть они будут хорошо смотреться мне кажется это очень круто и интересно ну на улицу мы не будем их кидать вот ну сейчас нет ну ладно не кинуть положить вот и современная керамика вот такие вещи мне нравятся вот такие вот вещи мне нравятся они меня вдохновляют вот гончарная пластика мне нравится да можно выкручивать и одновременно сгибать видишь вот такие технологии мне нравятся интересные это вермикулит вот вклеен в керамику посмотрите в интернете что такое вермикулит вот мои расширенные инопланетные камни ну короче говоря просыпаетесь в пять утра настраиваете связь с космосом вот могу чуть-чуть показать свою ракету вот там она видна о давай и улетаете в космос и там все есть в космосе да вот на старте она стоит кстати по поводу космоса мне у тебя очень понравилась одна вещь то что ты рисуешь на круге и потом переводишь этот рисунок в звук можешь подробно по это рассказать как это делать как тебе пошла вообще эта идея ну вот этот вот диск вот его можно воспроизвести но это опять же с помощью технологии потому что без технологии мы не продвинем дальше народное творчество вот хотя хотя можно и без технологии можно приложить там зубочистку к крутящемуся диску глиняному и записать на него мелодию вот мы решили технологически подойти к вопросу тем более вот айфон есть и можно записывать визуально например ну аудиозаписи вот это еще и технологический наш ну что ли вклад в развитие керамики вот но у меня здесь есть некоторые вещи вот например есть кувшина на нем звуковая дорожка вот это ну сейчас я не смогу ее воспроизвести потому что нужно специальное приложение а мы с тобой разговариваем по телефону в котором это приложение есть ну можете посмотреть фильм про про меня там где-то есть запись звука я ее демонстрирую на своем канале а вот здесь бутылка а там меня показывают не видел слушай ну как тебе эта идея пришла скажи мне пожалуйста ну то есть для меня это достаточно необычная идея мне интересно где ты может быть где-то ты это увидел где-то чем-то вдохновился что именно звук и керамику соотнести между собой вот как это пришло к тебе да везде ну много кто об этом говорит например я помню я первый раз прочитал книгу сейчас скажу Александра Гротовски называется генератор возможностей а у меня его книга есть называется вызов дельфина вот такая но здесь про это не написано а вот предыдущая его книга это вот вторая была книга и там он описывает случай где они шли на яхте куда-то они в море заплыли а там значит их встретили дельфины и куда-то дельфины их пытались в какой-то грот затащить но в итоге они за ними поплыли и опустились с аквалангами там нашли какие-то сосуды а на сосудах спиральные надписи но они как-то лазером расшифровали и получили древние звуки вот аранжировали мелодии вот мне это запало я помню было лет пять назад такая история вот и я все время думал как же сделать такую технологию собрать ее то есть технологии-то записи звука масса воспроизведения тоже масса а вот как ее на глине применить ну и надо это было скомбинировать я где-то год наверное думал об этом думал над технологиями в итоге я собрал то есть нужна технология записи технологии нанесения на керамику технологии воспроизведения в виде приложения или чего-то ну сейчас еще готовятся некоторые технологии как записать керамику это пожестче лазером и на криволинейной поверхности в общем это не очевидные задачи либо они очень дорого в исполнении потому что лазер сам по себе дорого стоит ну и лазером сейчас в основном на плоскостях наносит изображение а на всяких криволинейных и прочих поверхностях это целая сложная история вот но я пробую надкусить скажем так ну то есть это вот направление да дальше развития на самом деле очень интересная вещь то есть это похоже на что-то уже более ну я на самом деле очень сильно разделяю понятие искусство и ремесло то есть ремесло это когда грубо говоря человек умеет что-то исполнять и он это делает искусство когда есть в чем-то определенная эмоция образ и ну сейчас очень важно чтобы в искусстве была какая-то инновация актуальность то есть вот эта идея мне кажется очень ну очень классная то есть ее можно было бы где-нибудь в галереи реализовать да это можно было сделать как перформанс ну то есть грубо говоря я за то чтобы как-то это продвигать кроме того что ну вот я посмотрела мне очень понравилось а есть люди которые не в курсе что есть гончарка но реально не в курсе что я допустим говорю я гончарик ого это еще существует то есть вот так реагирует а благодаря каким-то вот таким клюшкам мне кажется можно выйти на какой-то уровень чтобы люди об этом узнали еще больше поняли что есть огромное поле для развития даже вот в плане то что вот можно записывать можно изображать звук на керамике можно ну вообще очень много всего делать там соединяться с космосом и радоваться ну я скажу такие вещи я тут залез на англоязычные всякие ресурсы и мне пришло множество просто идей и направлений ну то есть как только вы связываетесь с технологиями ну и копаете в определенную тему сразу значит возникает масса своих идей собственных и значит ну например появились 3d очки знают 3d очки да а давайте я кстати покажу у меня скоро сейчас сюжет на канале выйдет как я моделирую логотипы мне пришлось научиться рисовать в кривых знаешь что это такое в кривых рисовать да вот ну может быть люди не знают ты можешь им объяснить что это будет показать если вот отрисовывать сейчас я покажу ну вот смотри вот если видишь формы видишь формы а их нет они должны быть здесь то есть вот здесь они есть а вот здесь их нет компьютер не понимает что надо убирать когда ты масштабируешь вот понимаешь да о чем речь идет ну да конечно я должен сделать логотип вот отмять его в глину и вот выйдет сейчас сюжет как я делал этот логотип так вот процесс 3d моделирования он достаточно сложный ну давай я открою какой-нибудь файл и покажу значит это ну гончару не по силу этому научиться сложно научиться гончару вот блендер например и здесь я вот этот логотип моделирую вот то есть я сначала взял отрисовал логотип вот давай я уберу какие-нибудь здесь буквы и тени вот и вот видите логотип да вот начал я его отрисовывать в кривых то есть обводить вот допустим я обвел буквы потом я начал обводить тени этот процесс занял ну я две недели разбирался как это делать потом я научился экструдировать ну то есть я могу букву взять и например увеличить вон видишь как жых-жых вот вот короче этот процесс которым я занялся занял наверное недели две я разбирался вот потом все это отправляется на 3d принтер и печатается потом все это отминается в глину ну короче это швах это все очень долго вот тем не менее значит есть вот 3d очки про что я сказал ну это над чем я думаю и ты надеваешь 3d очки и начинаешь рисовать объекты просто используя джойстик например ну вот у нас такой инструмент есть google делает скетчап а есть вот oculus делает tilt браш по-моему я не знаю кому принадлежит ну вот короче у тебя в руках есть вот такая штука ты оказываешься в виртуальном пространстве начинаешь рисовать линии закрашивать их и делать какие-то объекты ну начиная там хочешь стул нарисуй хочешь там просто какой-нибудь завиток хочешь линию хочешь узор сделаешь эту вещь да потом ты ее ну здесь цветочек нарисовали потом ну это использовалось для 3d игр вот в основном ну а что нам мешает использовать это для для гончарства ты нарисовал объекты в трехмерном пространстве их смасштабировал ты их исправила вот и напечатала на глиняном принтере например вот и у тебя в саду стоит скульптура ты ее можешь долепить вручную да то есть это как бы расширение возможностей расширения и вот дальше двигаться в направлении расширения инструментария собственно на самом деле на самом деле очень многие гончары против использования каких-либо инструментов кроме рук ну и таких привычных как стеков то есть многие прям говорят что 3d принтер это смерть для гончарки смерть для керамистов для скульпторов и тому подобное вот для меня это на самом деле удивительно потому что мир все-таки как-то двигается у нас ну то есть достаточно быстротечно если что-то может ускорить работу мне кажется достаточно вот я думал что нет аналоговые технологии я за них я вот за то чтобы руками ощущать руками вот такие вещи делать но мир то двигается логично и надо понимать почему он так двигается почему мы пришли к 3d принтерам почему к массовому производству пришли ну почему да и собственно как мы это можем улучшить не заменить а дополнить вот например я как математик значит понимаю что можно ну вот это математическая формула окружности вот это вся кривая тоже может быть представлена в виде формулы потом ее можно значит покрутить и мы получим горшок да но это самое простое а вот фрактал например как его на гончарном круге сделать ну давай я для понимания наберу что такое фрактал да вот спасибо потому что я вот в принципе в этих всех математических терминах я ничего не понимаю вот такой фрактал вот например вот это некая фигура которая растет также на своих гранях вот и можно делать например фрактальные кружки у меня где-то есть в библиотеке фрактальных кружек вот видишь это звездочки снежинки это все фрактальные фигуры то есть можно расти расти а потом вот эту звездочку берешь и ее как бы начинаешь крутить и получаешь кружку в виде звездочек вот такую никогда не выкрутишь и не вылепишь например а тем не менее это красиво ну давай я зайду на сейчас куда-нибудь в мою коллекцию ремиксов 3d 3d принтеров и покажу какие-нибудь вещи ну чего делать чего делают из мира вас на 3d принтере например вот и нет наверное я тут запутался ну сейчас спроси меня что-нибудь ой сейчас спрошу смотри насколько я знаю что ну на самом деле все особенно ну в россии по крайней мере сто процентов начинали лепить в детстве еще то есть первые какие-то опыты это там 3-4 года и тому подобное и но мне было бы интересно послушать про твой первый раз с глиной но осознанно то есть уже когда это было не детство а когда это уже начало становиться ну грубо говоря этот раз смотивировал тебя в дальнейшем начать этим заниматься вот про вот это мне интересно ну у меня первая лепка была осознанная абсолютно когда 4 ты имеешь в виду ну то что я вылепил кружку когда мне было да там 3-4 года в детском саду вот и это была любимая моя игрушка то есть я это впечатление сохранил пронес сейчас нахожу свои ну кружку конечно уничтожено но сейчас я нахожу например двенадцатого года свои поделки полепки вот то есть я тогда абсолютно точно запомнил это было очень яркое впечатление ну вот давай из вас я нашел вот например ваза у которой грань это числа вот ну красиво да это классическая ваза которую печатают на 3d принтере это число пи видишь 3-14 15-92 6-5-35 8-9-7-9 3-2-3 8-4-6-2-6-4 5-5-8 и так далее я когда-то помнил его больше тридцати знаков после запятой вот он челюсть себе можно напечатать из клина вот и приклеить на горшок вот нет ну это конечно жуть ну например герб да чтобы его не переводить ты можешь допечатать и приклеить или из принта из пластика его напечатать вот и его можно из штамп сделать штамп да или вот вот дай-ка я посмотрю я тут хочу сделать сюжет значит это будет у меня значит это у меня будет знаешь да что это такое нет ну да конечно земля земля да короче я сделаю хочу сделать сюжет про глобус плоской земли вот видишь как я напечатал плоскую землю ну кто-то ее уже нарисовал в интернете отправил в базу данных и вот я ее отомну в глину и будет у меня глобус плоской земли выкручив какой-нибудь квасник какой-нибудь типа вот такого бублика отомну землю сделаю здесь две дырки и будет у меня глобус плоской земли вот а еще можно печатать смотри какие шестеренки можно печатать ну наверное можно и из глины делать шестеренки ну то есть видишь ты расширяешь свои возможности ну не до бесконечности но действительно расширяешь потому что можно сделать в домашней мастерской без кучи проб гипсовых форм какие-то вещи которые сейчас на производстве требуют итераций вот за счет того что у глины есть усадка вот а здесь ты можешь масштабировать модель с учетом усадки и проштамповать вот обрезать глину сделать модель и спрашивают вы кто ну если вы нас не знаете уходите уходите отсюда простите пожалуйста ну мы гончары о чем речь речь у нас идет сейчас про керамику глины и тому подобное и сейчас мы разговаривали про инновации которые можно внедрить в керамику одно и то что спросили чтобы уж люди знали а то я как так тебя заслушалась даже перестала следить за чатом вот поэтому здорово ну я тоже да перестал следить кстати можно вот в интернете есть проект как гончарный круг сделать на 3d принтере мы сейчас даже гончарный круг уже можно сделать да да запчасти и мотор покупаешь и все в коробку вставляешь и крутишь горшки вот турнетку можно напечатать на принтере ну то есть это расширение возможностей гончара ты можешь любой мне кажется у тебя еще такое восприятие благодаря тому что у тебя в первую очередь есть инженерное образование то есть у меня допустим такого восприятия нет потому что у меня просто художественное образование как бы у меня восприятие ну полностью разница с твоим я не воспринимаю там посуду через цифры для меня это вообще очень сложно я вижу только образы и мне кажется это очень классно что у тебя есть такой достаточно индивидуальный подход в этом плане и это дает тебе какую-то уникальность определенную то есть у других гончаров я ну у многих гончаров я достаточно видела очень ну традиционное мышление и только традиционное мышление у тебя достаточно классно в том плане то что это ой технологии нам могут помогать цифры это вообще здорово и образы тоже нам помогут потому что есть женская там и мужская посуды по ощущениям формы разные и мне кажется это очень здорово и очень классно что ты популяризируешь какие-то моменты через свой youtube канал вот и ты куда-то ушел ты ушел я тут просто хотел найти свистульку не могу найти которую я настроил с помощью компьютера вот ну то есть скачиваете и настраиваете вашу окарину которая будет дудеть не одну ноту а тут где-то у меня есть мне надо найти ее конечно свистульку я ее просверлил ну и соответственно скачал приложение и сделал все ноты играющими по нотам по музыкальным сейчас вот тут посмотрю ну то есть технологии нас конечно может и погубят в неправильных руках вот но в правильных руках они помогают поэтому ой илья спрашивает какое приложение да любое по настройке наберите там тюнинг какое-нибудь слово тюнинг в и вам выскочит там пятьдесят платных и там пятьдесят бесплатных вот они такие мелкие вещи у меня здесь их периодически кто-то перекладывает не вижу пока ну короче говоря дырки сверлятся ты дуешь приложение и оно тебе показывает кстати вот женщина гончар тут она крутит в нигерии видишь на банкноте в двадцать наиров у них изображена женщина гончар вот а это кстати супер вещь это называется пропорционер по по-английски можно пропорции по золотому сечению смотреть вот насколько гармонична твоя чашка это научный подход к вопросу ну да очень научный ладно не буду я хотела бы задать тебе последний вопрос я бы хотела бы чтобы ты дал какую-то мотивацию людям которые нас смотрят и посмотрят а что бы ты бы посоветовал начинающим да может быть чтобы они не боялись с чего лучше начать ну то есть какой-то вот такой базис для вдохновения не технологически именно чтобы вдохновить что бы ты бы это приказал ну для этого я и создал канал поэтому подписывайтесь на мой канал называется волшебство герма вот будете смотреть канал вдохновляться смотреть интересные темы для вас потому что универсального нет интересного одному березы нравится рисовать а второму кактусу например вот одному лепить горшки а второму видите на месте мне не сидится стихи сочинять горшки пилить дырявить и крошить вот третьим глазурью покрывать например по-разному бывает но для этого я делаю разные сюжеты максимально разные по форме по содержанию и по визуальным каким-то вещам даю обзоры на других авторов то есть там не только я на канале я в гости езжу когда это можно было теперь ко мне приезжают берут пропуск приезжают на съемку вот но тем не менее значит мы делаем обзор и на оборудование разное и когда большая плотность людей с горячими глазами это вдохновляет видимо ты оттуда и берешь вдохновение то есть ты же преподаешь и видимо ты что-то терпаешь от своих учеников да то есть для меня допустим преподавание это основной какой-то ресурс благодаря которому я вообще как-то живу встаю там что-то делаю потому что когда видишь правда людей которые как-то заражены этим и приходят ну может быть они даже не знают как это сделать как лучше но они вдохновлены у них есть какое-то увлечение внутренний запал очень здорово его раскрывать как-либо вот поэтому да вы можете тоже поговорить про гончарную школу Ильи может вам что-то будет импонировать и как-нибудь приедете в гости посмотрите как вы видела да так что приезжайте поэтому кто присоединился смотрите эфир заново он кстати будет вот ну спасибо большое было очень приятно с тобой побеседовать вот и даже не ожидала что будет настолько интересно вот я на самом деле думала что будет менее интересно поэтому очень здорово что мы пообщались как тебе беседа да благодарю сохраняй присылай мне разместим да конечно смотреть да про технологии и про традиции про взаимосвязь традиции вот ну наверное так да и обязательно размещу пост оставлю ссылки на твой канал потому что ну мне кажется для каких-то людей это может быть как ну определенное развитие поэтому спасибо вот и всего доброго тебе давай